Приветствую вас. Я думаю, что для начала надо бы выяснить, из-за чего конкретно переживает мать. Из-за сына, который берёт деньги по 20-30 тысяч или из-за того, что он отдаёт эти деньги, но не полностью. То есть я понимаю, что наверное наиболее, так скажем, очевидным аспектом является то, что она переживает за сына. Она переживает за то, куда у него деньги уходят. Она может думать о каких-то страшных достаточно вещах. Вот. И в этом смысле желательно работать именно с ней. То есть как бы разобраться в том, что конкретно её беспокоит и определить границы той помощи, которую она может предоставить сыну без ущерба себе и так далее. Вот. Можно научить мать отказывать сыну. То есть можно научить говорить нет. Это точно то, чему может научиться она. То есть здесь опять же вопрос заключается именно в этом. то, что мать она как бы мотивирует, она подкрепляет, закрепляет у своего сына определённую такую вот модель поведения. И вы, вот лично вы, сами сделать с этим ничего не сможете. То есть мать она сама должна прийти к тому, что дальше так продолжаться, к примеру, не может. Вот. И соответственно либо она что-то изменяет, либо нет. А так, ну, так просто по опыту никаких результатов положительных не будет. от того, что мы будем, мы будем через вас подсказывать ей, как быть. Понимаете? Вот. Вот и всё. Вы можете идти в свою модель поведения по отношению к матери этого сорокалетнего сына. Вот. Вопрос заключается в том, какова ваша роль. То есть с точки зрения психологии, да, профессиональной психологии, профессиональной психотерапии, ваш вопрос задан некорректно. Некорректно, потому что ответить на него вот так, чтобы это принесло какую-то пользу нельзя. Ваша мама, если она нуждается в помощи, ей нужно обратиться самой, ей нужно непосредственно повзаимодействовать с кем-нибудь из специалистов, чтобы решить её проблему, которая может быть совсем не в том, что она нервничает, вот, а в чем-то другом. Значит, сыну, соответственно, тут как бы сына всё устраивает, ему необходим мотив для того, чтобы менять своё поведение, да, вот. Потому что он бросит деньги, а мать ему даёт, так почему бы не просить, вот. Вы говорите, что он, вы пишите, что он не говорит, зачем ему деньги, а зачем он должен говорить, зачем ему деньги, то есть для чего ему говорить, зачем ему деньги, ну вот, вы не понимаете, какая штука. Так что ваш текст, он очень маленький, он направлен на, как бы, на третье лицо, вот. Непонятно, как бы эти лицо относятся к факту получения помощи, тем более за деньги вы забыли, классный вопрос. Вот, так всё, с точки зрения профессиональной психологии можно ответить так. Ну а так, порекомендовать, понасоветовать вам можно абсолютно все, что угодно, вплоть до вызова полиции, как раз, когда приходит сын, да, и вплоть до, как бы, забирания у матери денег, и чтобы, ну, чтобы у нее не было денег в свободном доступе, ну вот, чтобы она не могла отдавать их сыну, и выдачу, соответственно, их ей только на какие-то продукты, либо покупка ей этих самых продуктов. То есть, вот, вплоть до такого можно вам посоветовать, только какие советы помогут, и могут ли вообще помочь советы, это на самом деле очень большой вопрос. Потому что, ещё раз, мама, если делает то, что делает, она делает это для чего-то, у нее есть мотив, у нее есть для этого стимул. И вот вся тонкость заключается в том, что это за стимул, понимаете? Вот, вся тонкость заключается именно в том, что это за стимул. И пока этот стимул, пока смысл того, что она делает, и почему она делает то или иное, не будет выявлен, она будет продолжать. Так, иначе она будет продолжать потакать своему сыну, просто потому что, вот. Ее нервные переживания непонятны, и любая мама беспокоится за своего ребенка, это нормально, было бы странно, если бы она не переживала. Но, при здоровых отношениях, эти переживания имеют определенный град, при здоровых переживаниях. При здоровых переживаниях, если человек реализован сам, если у человека все в порядке у самого, как бы, родитель может отпустить своего сына, подозревая, что те деньги, которые он ему дает, идут сыну не на пользу. А если ваша мама не может сказать нет, значит, она склонна к созависимым отношениям. А значит, если она склонна к созависимым отношениям, это вопрос личностного роста, как вы понимаете, который, конечно же, затруднен в силу ее возраста. То есть, тут надо смотреть, что может сделать, что она сама хочет сделать, понимаете? Так что, идеально было бы хотя бы с вами обсудить всю ситуацию целиком, то есть, определить, кто вы, что вы можете сделать, какое у вас влияние на маму, там, на сына и так далее, и так далее, и уже какой-то выход найти из этой ситуации. Понимаете? Вот так. Вот так. То есть, я не знаю, какого ответа вы ждете, как быть взрослому человеку, да, который, там, старше сорока лет в этой ситуации. То есть, вот, ну, сами подумайте, какого ответа вы ждете? Никакого идеального совета, который подошел бы мастерой? Ну ладно, возможно. Возможно, кто-то угадает. А если никто не угадает? Если ни один совет не подойдет, что будет тогда? Да. Поэтому вы себя спросите, насколько вы заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию разрушить. Если сильно, то нужно предпринимать более таких действий. Вот. Это не всегда деньги. Это именно влияние на человека, на оперирование тем, чего хочет, допустим, для своего сына. То есть, она переживает за него, потому что сыну может быть плохо, но сама же при этом делает ему не хуже. Попробуйте вот такое противоречие матери показать. Кто знает, может быть, это просимулирует ее к тому, чтобы, ну, к тому, чтобы что-то делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok